Привет, народ! Погода сегодня не балует. Я бы даже сказала, совершенно не балует. Обещали 28 и кратковременный дождь, но посмотрите, что на ум сотворить. Просто я, мягко говоря, звезда в шоке, потому что там совсем не 28, там холодно и мокро. Идет дождь, ветер холодный, сыро. Ну вот, сами видите. Поэтому, я даже не знаю, хотели с подружкой сегодня встретиться погулять, но она ездит в Губном и попросила меня с ней съездить, потому что она очень пугливая. Вот, поэтому еду с ней, поддержу. И потом, наверное, поеду к ней в гости, потому что погода вообще не располагает к прогулкам, поэтому мы не будем, наверное, гулять и поедем. К ней в гости посижу немножко там. Снимать вряд ли буду, потому что все-таки селой дом. Привет, народ! Вот, сижу в парке сейчас. С подружкой встретилась, поболтали. Мы давно не виделись, еще со времен театра. Работали вместе. Вот, сейчас просто, как вы уже знаете, помню, денег у меня всегда нету. Ни на что не хватает, поэтому хорошо. Да и погода, что-то расслабо дело. Погода хорошая, решила пройти спешком. Вот, я еще шла от метро через парк. И вот, решила посидеть тут, отдохнуть немножко, подышать свежим воздухом. Смотрите, сейчас скажу вам, какая штука у меня случилась с сумкой. Не знаю, что делать, может быть, что-то посоветуете. Вот так вот отрываются ручки. Вообще уже ни на чем не держатся. Вот, осталось совсем чуть-чуть, буквально один раз с сумкой сходить. И вот здесь тоже. Может быть, что-то посоветуете, как можно приделать ручки сюда. Ну, может быть, новые ручки, но как их обратно приделать, чтобы вот эта вот штука... Ну, в общем, какой-то вариант. То есть, может быть, как-то пришить новые, или какими-то заклепками приделать. В общем, такая у меня проблема. Любимая сумка моя, вот такая вот фиговина. И вот, ну, спереди вроде ничего, они держатся. Вот, а сзади почему-то отрываются. Не знаю, почему. В общем, такая проблема. И вот здесь тоже все разрывается. Вот, может быть, у вас есть идеи? Напишите мне в комментариях, что с этим можно сделать. Может быть, приделать новые ручки? Тогда каким способом? Ну, какие варианты, может быть, есть у вас? Вот. Такая, в общем, проблема. Моя любимая сумка. И вот так она уже пришла в негодность. Хотя она совершенно новая. Ей буквально там пару лет. Но год я ей, наверное, не пользовалась. Вот. Скажу вам сейчас красоты, где я сижу. Вот у нас новую церковь строят. Отражение красивое. Кузнечки стрекочут. Закат. Ну, уже солнце зашло, но все равно красиво. В общем, вот так вот. Вот. Подружка посидели, посмотрели. Она мне показала сейчас какая-то новая программа. Ну, как похудение и не похудение. Короче, дыхательная гимнастика. И за неделю можно похудеть на 10-15 сантиметров. Вот довольно внушительная. Просто заниматься каждый день. Обязательно утром. Вот. Ну, и хотим с ней вместе попробовать это. Сейчас как-то какой-то странный такой. Сегодня стреливень был. Я оделась уже по погоде. Замерзла. Заехала домой переодеться. Потом в итоге стало тепло. И я запарилась. Вот. Так что, не знаю, как это дождевая погода, настроение такое струновое. И пока что-то не хочется никакими... Никакими новыми видами спорта начинать заниматься. Так что, пока-пока. До новых встреч. Ой, привет, народ. Я приболела, видимо, вчера, когда утром ходила по делам. Попала в дождь. Ноги промокли. И, наверное, из-за этого. В общем, состояние у меня целый день какое-то сонное. Я совершенно ничего не хочу, ничего не могу. Даже животных не покормила с утра. Целый день валяюсь. Просто встать не могу скрывать. Вот так вот. Вот сейчас немножко пристала. Хоть более-менее себя чувствую. Вот поела немножко ягодок. Вот сейчас смотрю Ирочку Соковых. У неё обзор отеля, где они отдыхают. Вот так что сейчас буду... Не знаю. Постоянный перебой какой-то с интернетом. Хотя на планшете всё работает. Почему-то на ноутбуке нихрена не работает. Вот так что сейчас буду, наверное... Может, почитаю. Потому что постоянные перебои. И мне это напрягает. Почитаю, наверное, опять посплю. Так что вот так вот. Если не болею. И вообще, не знаю. Походу, завтра будет такой же день. Посмотрим. О, ребятки, забыла сказать. Сегодня у нас вторник. Уже полдевятого вечера. Вот какая ерунда. Я вот тут себе поджарила. Звёздных войн. Называется картофельный снэк. Не знаю, что такое. Не пробовала. Вот. Это у меня... Хайнс. Обожаю хайнс. Все виды хайнсов. Особенно карри. Вот. Но... Сейчас что-то захотелось тавянский. Ну, вот так. Сейчас перекушу. И потом, наверное, буду читать. Потому что к интернету подключиться. Компьютер не может. Будут читать и спать. Так что до завтра. До среды. Пока. Привет, друзья. Сегодня уже у нас среда. Смотрите, как погода изменилась. Только что было светлое. И, можно сказать, солнечно. Но вот с восточной стороны идёт туча. Прямо вот надвигается. Сейчас поднялся ветер. Сильный. Я думаю, что Ливанёк, будь здоров. Вот такая вот огромная туча. Вот. Так что вот так вот ветер поднялся. Но в принципе при этом довольно тепло. Так не холодно. Прохладно. Народ вот так одет по-летнему. Вот. Так что я чувствую, будет ураган. Сейчас опять с диким ливнем. Порывами ветра. И, наверное, будет сверкать. Вот. Тучин двигается очень быстро. Буквально только что было светло. Вот здесь светлое. Светлое пятнышко. И вот она движется просто довольно быстро. Вот. И ветер сильный. Всё. Я закрываю окошко. А то будет не очень весело. Боже, народ, вы посмотрите, какая чума. Темнело. Вообще жутко потемнело. И такой ливень. Просто безумие. Какое-то. Я даже не знаю, как это назвать. Стена. Вот. На видео не очень видно. Но просто стена воды. И всё кругом серое, тёмное. Ну, ребят, вышло солнышко ненадолго. Чувствуется. Вот. Дождик прошёл. Как-то быстро. Я думала, что будет прям ливень-ураган. Вот. Сейчас. До солнышка. Но тоже оно такое переменное. Я вам скажу. Небо тоже такое нейтральное. Я вот тут пришла на кухню. Сейчас буду резать укроп. Это первый, так сказать, сбор урожая. Получилось много. Пока он не зацвёл, собрали. Сейчас на заморозку его покромсаю. Вот. Вот так вот. А потом пойду краситься. Что у неё такая стрёмная какая-то? Непонятная. Такая вот. Странная. Сейчас я вам покажу, чем буду краситься. У нас небольшой завал в ванной комнате. Нашла вот такой бьюти. Называется. Вот такой вот цвет. Ну, вроде как здесь натуральное льняное масло. Ну, вот в прошлый раз я красилась. У меня что-то как-то не очень хорошо прокрасилась. Вот цвет медный каштан. Мне таких нужно две упаковки, чтобы прокрасить мои волосы. Вот. И вот. Вот такая я. Так, я вам что хотела показать? Хотела показать, что вот я в прошлый раз красилась. Не знаю, будет видно или нет. Вот у меня тут прослеживаются седые волоски. Вот. И как бы в прошлый раз я красилась, а они нифига не закрасились. Не знаю, попробую в этот раз. То есть, потом покажу вам. Может быть, надо дольше сидеть. Я и так как бы жду где-то минут сорок. Может быть, нужно еще дольше ждать. Там час, не знаю. Час двадцать. Вот, смотрите, я нашла две одинаковые. А, нет, не две одинаковые. У меня есть, короче, шоколад. Краска. Медный каштан, который я вам показывала. И темно-каштановый. Вот, не знаю, короче. Одной пачки мне мало. Всегда мало. Тем более, у меня сейчас волосы отросли. Наверное, возьму, не знаю, медный каштан. Или каштан. Или шоколад. Не знаю, вообще, я пока с ней решила. Потому что, наверное, шоколад, он ближе к моему. Так, сейчас. Итак, ребята, вот такой мешочек у меня получился. Там не слишком много. Где-то одна треть от пакета. Я его уже завязала. Специально, чтобы был там воздух. Вот, видите. Сейчас мы его кладем в морозилку. Вот у нас морозилка. Так, давно сюда уже завязали. Именно в отдел замораживания, чтобы он сразу замерз. Вот. И где-то через каждые два часа его нужно встряхивать, чтобы он не слежался. Чтобы он был рыхлый и воздушный. Вот. Такие дела. Пошла я красить волосы. Потом вам покажу. Ну вот, народ. Намазала. Как обычно, на хвостик не хватило. Видите, тут как был бронзовый, так и остался. Такой медно-бронзовый. В общем, посмотрим. Он уже частично окрасился. Вот тут. Видно, у меня башка окрасилась. Мне кисточкой задело. Ну, чувствую, снизу будет красные волосы, сверху черные. Я так поняла, что это темный шоколад. Вот. В общем, как-то вот так. Еще, знаете, захотелось кусочек сыра. Я вот раньше не брала. Первый раз вела вот такой вот сыр. Называется львиное сердце. Довольно прикольный вкус. Создает топленым молоком. Такого никогда раньше не пробовала. Ждем по инструкции вроде 40 минут. Может, час, потому что, значит, чтобы все волоски получше прокрасились. Так что, покажу вам уже итоговый вариант. Привет, дороги мои. Сегодня у нас уже четверг. Вчера вечером просто устала. Еще маску сделала успокаивающим лицом. И уже не стала снимать. Вот. Поэтому сегодня покажу вам, если видно вам будет. Вот такой цвет получился. Ну, естественно, мне одного тюбика не хватило вообще никак. То есть, хватило только на, скажем так, на голову. А уже хвостик, он, видите, остался прежним. Таким вот с... Как назвать это? С переливами. Насвет как-то выйдет. В общем, ну, я просто не вижу, видно вам или нет. Такой он медный. Ну, как будто... Вот. Видите, то есть, хвостик, он совершенно не прокрасился. Вот. И дальше идет, дальше, дальше, дальше. И вот он переходит в такой темный цвет. Ну, знаете, шоколадный. Мне нравится цвет. То есть, если будет в будущем еще такая краска, шоколад, я возьму две упаковки и покрашу с телеком. Вот. Вот так. Сейчас я сегодня приподнялась, малек, проспала. Вот сейчас смотрю. Опять же, YouTube. И завтраклю. Сейчас вам покажу. Вот он, собственно. Рубину смотрю. Она уже выписалась из роддома. Переживаю за нее. Хотя человек совершенно незнакомый. И... Казалось бы... Ну, то есть, я ее даже не знаю. Всего несколько месяцев смотрю. Даже, может, недель. И уже переживаю. Такие кадры показывала из роддома. Просто ужас. Сердце кровью обливалось. Вот. И, в общем, вот такой у меня завтрак. Это у меня... Так, сейчас. Мюсли. Давно я мюсли не ела. Но тут у меня еще, кроме мюсли, она много себе намешала. Вот они, мюсли там на дне. Это... Как вы, наверное, знаете, как они называются. Отроби прессованные. И немножко черной смородины накидала с дачи. У нас в этом году урожая нет практически. То есть, где-то полкило, наверное, со всех кустов. А кустов у нас около 20. И, в принципе, ну, так как они уже старенькие, некоторым по 3-40 лет. Вот. Я их обрезала весной. И поэтому ягод мало очень. Вот. И зеленый чай. Как, может быть, уже заметили, черный я не пью. Вот такой завтрак. Так что, если будет еще что-то интересное, буду снимать. Так что, пока-пока. Вы посмотрите на эту морду. Что это у нас тут? Кто такой? Кто-то спит на мамкиной кровати. Тушка. Огромный вытянувшийся кот. Вернее, кошка. Алиса. Алиса розовый нос. Что вы хотите от меня? Я сплю. Я косела. Лапки. Кто это у нас, Алиса? Кто это у нас? Кто это? А, кто это? Кто это такое? А косевшая спящая кошка? Ну, или засыпающая. не будем мешать засыпающим кошкам а попозируй молодец-ка попозируй еще-то что-то типа умерла что ли тканьки отбросила не мешайте говорит уйдите прочь а Смотрите, какая милая милота. У Алиски теперь есть домик, где можно спать. Нам подарили лежанку. Но она совсем новенькая. Там буквально кошка один раз спала. И потом ей что-то не понравилось. Нам подарили её. Но Алиске понравилось. Вон, раскорячилась. Зевает, лежит. Чё мешает, говорит. Да, Алиска? Почему пятки зелёные? Где-то ходила. Ой, блаженство. Ну, котейка. Такая не понимает вообще, чё такое? Кто это? Почему вы в моей квартире? Да, Алиска? Чё вы припёрлись сюда, а? Ну-ка. Это моя территория. Котейка. Надо понюхать, надо познакомиться. Нет, не надо знакомиться. Позирует. Алискин. Сладущик мой. Вообще вот так вот. Теперь у нас есть домик, и мы там спим. Ну, правда, всё равно ночью, там где-то в середине ночи или под утро приходит ко мне и в ноги ложится. По старой привычке. Вот, вот такой домик. Всё, Алиска, не буду мешать. Спать хочет. Вы посмотрите на эту тушку. Спяталась Алиска, а я хожу её и ищу. Вот она на полочке лежит. Отдыхает. Мусипусик. Маленький мусипусик. И тут тепло в комнате. Солнышко греет, форточка не открыт, закрыт. Сквозняка нету. Вот она отдыхает. Ну, пусть спит, малыш. Смотрите, какая приятница. Вот, подглядывает. Только что спала, лежала вообще даже. Без намёка. Что кто-то, чё-то там наблюдает. Спит. Разлеглась, в попу с кузнячок дует. Красота. Лепота. Кашандра. Алиска, Алиска. Даже глаз не откроет. Алиска. 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 Алиска.